добрейшего вам друзья мои вечера и знаете чем мы с вами займемся сегодня вечером а займемся мы сегодня с вами работая с декерами знаете вот у меня так любят спрашивать а где вы что покупаете я много где чего на самом деле покупаю если говорить о декирах если мы с вами говорим о декирах то декира я покупаю в магазине декеру это магазин екатерины егоровой можете ввести в instagram екатерина егорова и попадете или просто видите можно даже по-русски ввести в поисковую строку браузера декер точка ру и попадете на сайт декеру и екатерина егоровой за что я люблю сайт декеру нет это конечно ваше дело где он покупать декера но я вам вкратце скажу за что я люблю на магазин и катя егоровой за то что в одном магазине можно купить сразу все декеры которые нужны я не знаю друзья мои как вам мне лично нужно всегда много декеров я периодически докупаю что-то у кати что появляется потому что декера нужны они нужны разные и очень удобно когда есть декера разных размеров мне очень приятно что те из вас кто читали мою публикацию по поводу принадлежности дома для машины задавали вопрос о том как с ними работать с декерами и этот же вопрос мы получали директ поэтому сегодня мы с вами будем работать с декерами ну во первых давайте для начала теоретическую часть почему я вам сказала почему я это утверждаю что декера те которые те которыми комплектуются машина очень недостаточно вы знаете я рассматриваю вообще в принципе комплектацию вязальной машины вот как ну наверное кухонный комбайн на на кинут шеф то есть вы покупаете комбайн кинут шеф у которого есть стандартная комплектация если ваши кулинарные потребности вот как мы например ли у многих из вас дал выше чем стандартная комплектация комбайн и кинут то компания кинут очень хорошо продумала вы к этой комплектации начинаете докупать полнительные принадлежности которые по вашему мнению вы хотите готовить хотите готовить роли равиоли пожалуйста покупаете насадку для равиоли хотите готовить макароны пожалуйста обзавелись такими друзьями как у меня чтобы они вам на день рождения все еще каждый раз благодарна то есть дополнительные опции то же самое касательно вязальные машины наверное я лютой завистью завидую тем людям которые говорят что им вполне достаточно 15 лет вяжут им достаточно базовой комплектации машины мне лично я отношу себя к тем людям которым недостаточно ко мне в студенты попадают те кому тоже обычно недостаточно ну вот такой вот получается у нас симбиоз до базовая декера это отлично я рекомендую сразу своим студентам отойти от базовых декеров почему я буду пояснять на примере мы можем сразу кстати провести видео знаете танюш это не хомячество это перфекционизм потому что если мы говорим например о краевых прибавках я вам буквально приведу пример когда люди начинают делать выдавать возьмем приталивание одежды если бы мы с вами были плоскими бумажными куклами на благо мы не такие если нас рассматривать в профиль то мы имеем определенную ширину видите ли когда начинают делать четко краевые прибавки особенно там 1 но одноигольным ликером это совсем страх потому что получаются такие ступенчатые края двухугольного мало потому что края получаются треугольными то есть боковые части вашего изделия получаются треугольными когда я делаю лично на своей одежде краевые прибавки убавки я использую многоигольные декера то есть 7 10 а то и больше какие вообще нужны это очень хороший вопрос какие декера нужны потому что декера нужны разные например вот такими декерами вот конкретно вот который я держу сейчас в руке им очень удобно делать вертикальные вытачки те из вас у кого есть вот такой декер я вам сейчас покажу как им пользоваться для чего он нужен и варианты его использования выполняем самый обычный заработок кто не знает это заработок для бросового полотна что можно сделать вот с этим шикарным декером декер очень незаслуженно обходит внимание с ним можно выполнять красивые ажуры это вариант 1 ну вот давайте выполним например ажур я оставлю минус первую иглу очень важно как вы держите декер вообще вот знаете некоторые писали что с многоигольными декерами им сложно работать вам сложно работать с многоигольными декерами вот по какой причине вы неверно их удерживаете если вы потренируетесь несколько дней вот правильно держать декер и правильно им работать у вас все пойдет буквально как по маслу самое удобное это ваше природное положение руки многие делают вот так то есть вы выворачиваете руку во первых это не природное положение руки а теперь попробуйте двигать эту руку на себя вот посмотрите я лично упираю себе в грудь я думаю что здесь не зависит от комплекции вы тоже упирете себе в грудь соответственно вы упираете себе в грудь и а вы начнете декер наклонять просто потому что вам некуда деть эту руку я же предлагаю и это важный момент держать декер вот в этом положении почему вот в этом как только вы развернули руку в этом положении ваш локоть автоматически двигается уже вправо но при этом вы можете двигать с кистью вперед и назад декер удерживаем декер должен стать прямой линии с иглами потренируйтесь возьмите вместе со мной любой декер и потренируйтесь декер должен стать продолжением игл руку удерживаете в таком положении чтобы вы могли свободно ею манипулировать удерживаем полотно внизу подхватили декер оставили минус первую иглу и не сгибая не нагибая декер него задирая его вверх не опуская его вниз я очень часто вижу когда люди опускают декер вниз конечно при работе с многоигольными декерами у вас всегда 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 сто процентов будут проблемы у вас будет будут выскакивать какие-то иглы декера у вас будут выскакивать головки игл вот ведь я чуть-чуть приподняла и у меня уже выскочила у вас будут соскакивать петли и так декер должен стать ваша рука с декером должна стать продолжением его абсолютно прямая придерживаем слегка полотно удобнее всего это делать указательным и средним пальцами полотно не нужно сильно натягивать оттяжка должна быть такой чтобы иглы были в натянутом состоянии толкаем назад иглы дотолкав иглы не спешите убрать декер сейчас у меня петли на декере но я его еще не убираю легким движением вверх движение легкое вверх поднимает язычки иглу и отталкиваем назад язычки все ваши петли готовы для переноски и посмотрите вот я даже вот так его оставлю и ничего не будет никакие иглы и петли не свалятся они не свалятся а вот теперь все но петли уже на иглах они никуда не упадут пропускаем одну петлю устанавливаем декер снова тянем его на себя не забываем что декер прямая линия с иглами и толкаем от себя дотолкали не уводим иглы назад дотолкали их до позиции б продолжаем придерживать полотно откинули назад язычки игл выполнили смещение и опять папа смотрите вот они никуда не денутся если вы будете соблюдать технику поверьте у вас абсолютно всегда будут а красивые убавки прибавки и не будет проблем со сбросом петель у вас не будет проблем тем что что-то там у вас не получилось что же давайте провяжем два ряда запомнили вы начинали с первой иглы можно себе нарисовать схему если вы пользуетесь программой можно в программе нарисовать себе схему провязали 2 ряда теперь пропустили первую вторую и начиная с 3 я вам потом покажу с каждым декером что получилось в итоге и переносим вы знаете если вы технически выполняете правильные движения то все это будет проходить довольно таки быстро главное соблюдать технику возможно я вам не длина показываю но ровно для того чтобы вы понимали снова провязали два ряда еще одну петлю пропускаем и снова выполняем то же самое движение как видите я вам объясняла дольше чем это выполняется выполняется это довольно таки быстро если конечно же вы придерживали декер удерживали правильно его и вот таким образом то есть при помощи этого декера можно выполнять вот такие красивые различные ажуры не забывайте то есть декер должен быть продолжением игл и удерживаем его постоянно прямо то есть рука работает вот так прямо не вниз не вверх прямо и так первое что можно с этим декером делать это ажуры причем заметьте вот такой ажур как я вам показала только что гораздо быстрее выполнять его именно вот этим декером да то есть конечно же можно сидеть и простите меня я не знаю как это другое слово подобрать тыкать по одной игле и попереносить по одной петле но мне лично кажется друзья мои что это полная какая-то ну не знаю какая-то муть никакого ажура не захочешь вот так вот сидеть и тыкать по одной игле то еще можно делать при помощи вот этого декера при помощи этого декера можно делать отличную имитацию например коз давайте пройдемся назад мы снова такие берем и сносим смещаем теперь давайте в обратном направлении посмещаем петли иногда бывает что язычок не открывается тогда можно конечно же взять его и надеть вручную движемся в обратном направлении то есть здесь мы делали ажур там сделаем имитацию коз и теперь будем из полу петель рядом заполнять недостающие петли не здесь точно так же заполняем заполняем я вам покажу на обратной стороне будет снова смещаем вообще очень хорошо видно по рисунку что вы там смещали точно так же откинули язычки откинули и сместили и опять до заполнили и до заполнили безусловно если мы говорим об ажурах смотрите ажуры получаются можно сделать любые ажуры получаются очень красивые для тех у кого нет ажурных кареток либо есть но вы не очень умеете с ними работать не очень с ними дружите это просто отличный вариант это просто отличнейший выход что ж это вот такой декера которым который я вам показывала смотрите-ка у меня есть вот такие декера с крышками некоторые меня спрашивали что это вообще такое на самом деле я его очень люблю очень его дорожу он у меня уже не один десяток лет этот декер надо сказать что он бомбически при помощи вот этого декера я очень люблю вязать носки им очень легко перевернуть половину петель носка снять с верхней игольницы и переместить на нижнюю но спрашивали для чего нужна вот эта крышка ну вот предположим мне нужно из работы временно до убрать какое-то количество петель какое-то количество петель я должна временно убрать из работы я снимаю эти петли на этот декер удобнее всего это делать когда навешан груз на ширину рабочего места когда работаем с многоигольными декерами до нужно навешивать грузы на всю ширину рабочего пространства точно так же я удерживаю декер прямо вот знаете многие писали не получается потренируйтесь декер не должен гулять он не должен гулять вниз иначе у вас обязательно какие-то иглы из него выскочит он не должен торчать вверх иначе тоже иглы выскочит то есть прямая линия все время помните об этой прямой толкаем его от себя точно так же приподнимаем отбрасываем язычки разворачиваем его к себе берем вот эту крышку и заводим ее на иглы декера чем хорош этот декер то есть иглы можно вводить в работу поэтапно то есть если например мы не все сразу не нужны да а мне нужно вводить поэтапно то я могу вводить их поэтапно я могу потом впоследствии вводить их работу все и вот теперь все я могу отпустить декер вниз видите да я его опускаю вниз и теперь я могу совершенно спокойно совершенно таки спокойно работать с этими петлями а когда мне они снова понадобятся мне будет достаточно вернуть эти иглы в работу очень люблю я вот это устройство от невы взять и отбросить одним движением язычки назад теперь беру свой декер снимаем крышку все видите одно движение и у меня декер надет на иглы и точно так же я беру можно подтянуть немножечко к себе и вот таким легким движением все готово пожалуйста вяжите дальше то есть вы спрашивали да что это такое вот что это такое это очень удобно у меня когда-то были эти декера всех размеров вплоть до ширины машины это было абсолютно обалденно потому что ну действительно было удобно при переезде они у меня куда-то под затерялись куда-то пропали и в общем осталось к сожалению мелочь поэтому если вдруг даже кто-то из вас где-то увидит их в продаже пожалуйста маякуйте и мне и я вам настоятельно рекомендую их купить я их очень давно не видела в продаже с этим я тоже вяжу носки и вяжу перчатки тут я использую чаще и еще у меня есть промежуточный между ними размер вот такие широкие декера незаменимая абсолютно вещь для вертикальных вытачек мне кажется все таки да вот как бы люди не любили квадратные прямоугольные силуэты но тем не менее скажем так гурманы очень любят когда в центре изделия вывязаны эффектно это всегда эффектно это всегда выглядит дорого вертикальные вытачки и вот для таких вытачек конечно нужен вот такой широкий декер в зависимости от размера для небольших размеров достаточно вот таких для размеров побольше будет недостаточно и вам потребуется декер побольше так например нам с вами нужно выполнить вытачку вот те из вас кто говорили я обещала что покажу опять же да как это делается кто-то говорил что не получается ими работать не получается девушки только по одной причине и парню но я думаю что парни получится а вот у кого из девочек не получается опять же причина только в одном грузы должны быть распределены равномерно если это речь идет об однофонтурном вязание крайне важно чтобы у вас не было чрезмерно большого количества грузов потому что когда вы налепили грузов слишком много то вам тяжело пряжа тяжело и до пряжа может рваться должна быть такая оттяжка чтобы просто действительно не более того оттягивала петли и так берем декер вот большие декера я беру друзья мои вот так опять же не вот так да потому что вот видите мне неудобно его вот так двигать мне неудобно им вот так двигать потому что я просто толкаю себя простите в грудь но вот так я могу спокойно двигать руками потому что в этом случае в этом положении руки это физиология мои локти разъезжаются в стороны. При этом я могу совершенно ровно двигать декером. Тогда как вот так мне тяжело удерживать в прямом состоянии декер. При открытых язычках декер одним движением буквально ставится на иглы. Достаем. У вас свободна одна рука. При помощи этой руки вы отбрасываете полотно назад. Убедитесь, что ваши язычки полностью вышли за петли. Оттяжка должна быть достаточной. Толкаем декер в обратном направлении, удерживая прям. Можно оставить его вот в этом положении и потянуть на себя полотно. Додвигали иглы на место в позицию Б. Слегка приподняли. Перенесли декер. Главное, чтобы язычки игл были открыты. Потому что если они не открыты, могут возникнуть проблемы. Но если вы видите, что или почувствовали, вот у меня зрение не очень хорошее. Я не всегда вижу, что они не открыты, но я чувствую, что не открыты. Не открыты, откройте и сделайте это снова. Как только они открыты, опять же, ваш декер автоматически становится на иглы. Все, что осталось сделать, это теперь удерживая пряжу, удерживая полотно, вернуть на место. Все. Если я работаю на одной фонтуре, я, как правило, полотно переношу в этих случаях на переднюю фонтуру. Так значительно удобнее. Те из вас, у кого есть большие декера, и вы не умеете с ними работать, я предлагаю вам прямо сейчас взять и вместе со мной попробовать. И вот мы с вами постепенно начинаем выполнять вытачку талевую. Можно выполнить любой формы изделия, поворачивая постепенно декер. То есть еще раз. Декер удерживаем вот так. При поднятых убедитесь в том, что язычки откинуты. При откинутых язычках, как видите, декер очень четко и мгновенно становится на свои места. У вас правая занята, левая свободна. Левой рукой протолкните, оттолкните назад, оттолкните назад ваши петли. А теперь можно пойти двумя путями. Либо дотолкать декер точно так же, как мы толкали. То есть пока вы его удерживаете прямо, вот посмотрите, вот у меня, видите, прямая линия. Декер, иглы. До тех пор, пока у вас прямая линия и вы толкаете, у вас никуда ничего не денется. И вы буквально берете, можно протолкнуть вот так. Видите? Протолкнули, приподняли, сняли. Если вам так страшно, то вы можете первое время использовать вариант номер один, который я вам показывала. Берем нашу открывалку петель, открываем, перемещаем. Хотите, перемещайте на два. Я очень люблю, кстати, убавки по два. И вот видите, одно движение и все, ваш декер встал на место. И одно движение и все. Это быстро. Вы видели, да, это действительно быстро, при условии, что вы делаете правильные движения. Давайте еще раз. Раз, два. Это буквально действительно одно движение. Раз и декер на иглах. Два, потянули на себя. Три, левой рукой под натяжением. Видите, левой рукой я под натяжением сбросила петли за язычки. Удерживая декер прямо, двигаем вперед. Может быть, даже чуть-чуть придется приложить чуть-чуть усилия. Иглы довели до позиции b, приподняли вверх, оттолкнули назад, сместили и одним движением установили и перенесли. Это у меня в руках декер на 40 игл. Но при помощи этого декера, друзья мои, я получу шикарные вертикальные вытачки по центру полотна. Для тех, кто говорит, что я довольствуюсь комплектом стандартной комплектации машины, вот я одним-двумя движениями перенесла 40 петель для вертикальной вытачки. Максимальная комплектация машины это трехугольный декер. Сколько вам нужно по три переносить, чтобы выполнить эту вытачку? Да вы, в конце концов, на нее плюнете и скажете, господи, да горе, оно все пропадом, зачем оно мне надо? Также при помощи этого декера можно вязать шапки. Шапки в круговую. Например, вы хотите связать шапку, у которой край резинкой, а потом гладь в круговую. Но согласитесь, некрасиво, когда на шапке на глади в круговую какие-то швы. Правда, это некрасиво. Итак, мы вяжем резинку, потом берем петли резинки, переносим на заднюю игольницу, снимаем половину петель при помощи вот этого декера, разворачиваем их и навешиваем на переднюю игольницу. И все, и вяжем, продолжаем вязать шапку в круговую. Для того, чтобы вы при этом не теряли петли, вы должны научиться четко работать руками, чтобы это движение было четко по иглам. Не вот так, не вот так. Доверяйте своей природе, доверяйте своей физиологии. То есть, в принципе, да, вот видите, они оба сорокаигольные. И тот, и другой — это оба сорокаигольные декера. У меня в руках декер на 90 игл. У меня, кстати, спрашивали, ну вот зачем нужен декер на 90 игл? Опять же, это юбки вкруговую. Это из какой-то тонкой пряжи шапки вкруговую. Это выточки. Это выточки по центру. Вот посмотрите, вот с этим связать горловину вкруговую вот на таком декере. Слушайте, но это же прелесть. Особенно, если вы вяжете горловину кулиркой, да, и она у вас потом... Вам нужно будет либо просто закрыть краевые петли, либо сложить вдвое, да, и прокетлевать. То это же просто песня. Итак, вот этот декер. Принцип точно такой же. Важно, чтобы язычки откинуты. Важно, как вы его удерживаете. Одним движением. Видите, одно движение — и все, декер встал. И вы тянете на себя. Употреблю, наверное, слово «бомбит», когда я читаю советы, причем от людей, которые учат, что ничего страшного, если у вас какие-то кривые иглы. Если у вас какие-то кривые иглы, то вот одно движение, как я вам показываю, будет сделать очень проблематично. Потому что, когда у вас кривые иглы, то расстояние между иглами гуляет. Вы не можете изгибать декер и подстраивать его под гуляющие иглы. Вот чтобы он становился вот так четко, как у меня, одним движением, иглы должны быть целые. В чем у многих проблема? Почему вот говорят, что теряют петли? Ну, во-первых, опять же теряют, если вы нарушаете, если вы создаете угол. Угла быть не должно. Эта вот бич очень многих вязальщиц вы пытаетесь декера взять вот так. Вы сейчас не видите мои плечи и не знаете, что с ними происходит, но вот среди вас есть медики, которые хорошо понимают анатомию, знают анатомию. Они сейчас понимают, что с моими плечами. То есть мои плечи тоже поползли вверх, потому что я всего лишь развернула кисти. Во-первых, это для меня неприродное положение. Вообще неприродное. И для вас оно неприродное. И вам сложно в таком положении рук толкать. Здесь нужно применить несколько усилий. толкать и еще и следить за тем, чтобы декер и иглы были одним целым. Поэтому все-таки берем удобно, устойчиво и толкаем от себя. Пока вы удерживаете вот в этой позиции, вы можете толкать от себя. Если у вас не хватает сил дотолкать, то можно использовать способ первый, тот, который я вам показывала. А именно, когда вы вручную снимаете петли с игл. Да, так проще. Но можно и вот так, как я показала. Если вы не боитесь, если ваши руки не дрожат и устойчивы, мои не дрожат, с ними все хорошо, вы можете переместить вот таким образом. Дальше, когда вы перемещаете декер, пока вы держите его вот так, слушайте, да вообще ничего с ним не будет. Вот вообще ничего с ним не будет. Единственное, что для того, чтобы потом снова надеть его одним движением, убедитесь в том, что язычки игл отброшены. Ну а если вам нравится наша сегодняшняя трансляция, то вот не жадничайте, ставьте, пожалуйста, лайки. Шлите ваши сердечки. Мне будет приятно, а вам не жалко нажать одну кнопочку. И теперь мы снова, видите, одним движением я хлоп, я уже его поставил. И все. Я могу теперь точно так же прямо оттянуть на себя и опрокинуть. Важна равномерная оттяжка. И посмотрите, вот я сделал уборку вот здесь, то есть вот по центру полотна я могу вывязывать. Вот эти изогнутые декера меня просили показать. Сказать вам по правде, я их не фанат их, но работают они вот так. У них другой абсолютно принцип. Работать с ними абсолютно иначе. Точно так же легко он ставится, но ставится он вот так вертикально. Вертикально тянем на себя, вертикально от себя. Подняли, оттолкнули язычки и петли сместили. Нет, я очень, я знаю, что многие их очень любят, эти декера. Что удобно, лично мне удобно делать этими декерами, чем они могут быть невероятно, да, хороши и полезны. Два этих декера могут работать как crab shadow lace to. Давайте посмотрим, например, имитацию однофонтурных кос. Когда коса есть, но ее, тем не менее, не видно. Что для этого нужно сделать? То есть нам нужно часть петель перенести вправо. Вот я буду с 11 петли переносить на 12. У меня декер на 7. Я беру 8 петлю краевой иглой декера, снимаю, отталкиваю. Теперь получается я 8 переношу на 7. Снимаю, отталкиваю. Я, честно вам сказать, немножко вам криворуко показываю, потому что я привыкла к прямым. Я очень люблю прямые и работаю я с прямыми очень быстро и очень виртуозно. Если среди вас есть начинающие, да, и вам, возможно, прикольная такая форма и, возможно, прикольный будет декерам. Вы можете с ними начать учиться. Мне гораздо привычнее прямые. Что удобно делать изогнутыми декерами, это использовать их по типу краба shadow lace to. Вот это с ними делать удобно. Они у меня есть в двойном варианте, потому что я люблю декера в двойном варианте. То есть с прямыми декерами я с ними почему быстро работаю. Все иглы у меня постоянный обзор. Видите, я, в принципе, даже не глядя, раз и установила декер. Два, оттянула. Видите вы, насколько легко и просто. Вот я прямые декера устанавливаю не глядя, причем вот хоть на всю игольницу. Что мне в этом еще не очень нравится? Мне неудобно его толкать назад. Видите, я его начинаю толкать назад и мне не хватает баланса. То есть переносить ими, конечно, получается. Они, конечно, переносят. Мне лично неудобно. Еще раз прошу меня понять. Я не хочу сказать, что они негодные, что они плохие. То есть лично мне больше нравятся прямые. Двойные петли уловители. Нужны, не нужны и, например, что с ними делать? Самое идеальное использование двойного петли уловителя это, во-первых, конечно же, для тех, у кого только однофонтурные машины. Вы хотите связать резинку 2х2. Вы провязали полотно, распустили или до нужного ряда ввели декер. То есть те, у кого однофонтурные машины. И начинаем поднимать. Поднимаем резинку 2х2. То есть вместо одной петли вы распустили 2. И это, конечно же, как вы понимаете, намного быстрее, чем вы будете одним одинарным петли уловителем поднимать петли. Как видите, это быстро. Это действительно быстро. Либо, например, у вас однофонтурная машина. Вы хотите вывязать какой-то рельефный рисунок, какие-то рельефы. Тогда вам, конечно же, потребуется тоже двойной петли уловитель. Либо вы вяжете косы со сбросом петель и хотите между косами пространство выполнить изнаночными петлями. Вам нужен двойной петлю уловитель. Я хочу, предположим, выполнить косу. Я ее продумываю. Ну, скажем, здесь коса пусть будет, например, 28, 30, 31. Вот. А между этими косами у меня будут изнаночные петли. Вот я их сбрасываю. Раз и два. Во-первых, я могу выполнять себе скрещивание и не бояться, что поврежу иглы, потому что когда их сбросила, то распустившиеся петли позволяют мне... И вот я поднимаю... Опять же, натяжение я регулирую самостоятельно. Натяжение регулирую при помощи левой руки. Удобно, когда вы работаете, чтобы язычки были отброшены. И поднимаю. Когда вы ввязываете косы. Я лично каждый ряд не поднимаю. Я не останавливаюсь поднимать каждый ряд. Останавливаюсь я поднимаю только тогда, когда идет скрещивание косы. Если я работаю, например, петлю ловителем одинарным, то все это поднятие я могу сделать исключительно в конце. Итак, начинали мы с вами с ажурного рисунка. Смотрите, какой красивый здесь ажурный рисунок я получила. Причем вы видели, да, это было очень быстро. Это было очень быстро и для тех, у кого машины четвертого класса. Для тех, у кого машины третьего класса, и ажурных кареток нет и быть не может, вот такие декера это просто песня. Вы можете спокойно сделать на толстой пряже ажурный рисунок. На толстой пряже это всегда выглядит эффектно. Здесь мы с вами также выполняли, ну вот, поднятие петель, да, со скрещиванием. Резинку 2х2, то есть тоже те, у кого только однофонтурные машины, это очень достаточно быстро выполнить вот такую резинку 2х2, если у вас есть двухигольный петлю ловить. Я уже не говорю о выточках. Что хорошо в магазине Кати Егорова, что можно купить вообще декера к любым машинам. Но купить декера самые разнообразные. Какие декера я считаю вам нужны? То есть, опять же, ваше право прислушиваться ко мне или нет. Всех своих студентов я буквально обязую, да. Когда мне звонят и записываются к нам в школу, я сразу предупреждаю, что декера до десятигольного иметь сразу. Я прошу сразу же, начиная с первого курса, использовать именно семиугольные, пятиугольные декера. И я очень редко, достаточно редко использую трехугольные. Я считаю, что до десятиигольного декера нужно иметь все. И я вам рекомендую, чтобы они были отдельные. Потому что, вы знаете, у меня вот таких декеров дома штук, наверное, 20. Мне не нравится то, что они постепенно начинают гулять. Вот даже вот этот у меня фирменный, бразеровский. И я не знаю, видно ли вам отсюда или нет. Видно, да? Что со временем у него иглы начинают разбалтываться в этом пластике. И вот так, как я вам показывала, да, я, слушайте, я девяностоигольным декером могу вот так раз и попало. Для машины пятого класса, если мы говорим про двойные петлеуловители, только пятого класса. Потому что расстояние между крючками должно совпадать. Одинарных нужно несколько. Если двойной, нужен пятого класса. То есть двойной для машины третьего класса, двойной третьего класса. Для машины четвертого, двойной четвертого. То есть, чтобы четко совпадало расстояние между иглами. Тогда вы сможете быстро это делать. Вот, то есть до десятиигольного декера я своих студентов обязую иметь все декера до десятиигольного. В идеале по два. Зачем по два? Да, вот зачем по два? Мне задавали, кстати, вопрос, а зачем по два, зачем столько тратить? Слушайте, ну, потому что я, например, двумя многоигольными декерами выполняю декеровку петель с одной игольницы на другую. Хорошо, если вам нужно все перенести. Это удобно делать крабом шаду лейсту. Если, например, вы хотите выполнить какой-то небольшой рисунок, и вам нужно переносить цикличное количество петель, то это удобнее делать, когда у вас, например, два пятиигольных, два шестиигольных. Очень удобные такие декера при, например, выполнении каких-то круговых вязаний. Когда вам нужно циклично, секторально выполнять убавки, либо прибавки петель. Тогда, чтобы не запутаться, чтобы не сбиться, потому что это действительно неудобно, в отличие от спиц, маркера вы не прилепите. Можно, конечно, прилепить маркер, но это такая чертовая потеря времени. Когда мы выполняем секторальную убавку, то мы выполняем каждую десятую, каждую девятую, каждую восьмую. Мне лично удобны в руках вот такие. Мне лично удобны в руках вот эти. Рука у вас устойчива, то есть устойчиво он лежит в руке. Мне лично очень удобны вот эти. И более того, вот многоигольными декерами, да, я пользуюсь намного больше, чем гартер баром. Я вам когда-то говорила, что 40 использую очень часто, Андрей, 90 значительно реже. 90 значительно реже. Но 40, я считаю, что до 40 определённо иметь нужно. Но я вам хочу сказать, что я бы очень часто использовала 90, да, если бы на нём была крышка. Но вот, например, многоигольный декер на третий класс, я использую вообще все номера. Почему, Андрей? Потому что 90, вот для больших размеров, да, 90 просто незаменим. Также незаменим 90 для тех, кто любит вязать из тонкой пряжи. Например, вот те, кто любит вязать, например, в круговую. Я очень люблю вязать в круговую, потому что, ну, вы знаете, я фанат бесшовных изделий. Ну, я ничего не могу с этим сделать. Мне очень нравится всё утончённое. Вот как-то, вот знаете, я пытаюсь приучить себя за последнее время к примитивизму. Очень хочу приучить себя к примитивизму. Пытаюсь я перестроить свой мозг, пока не удаётся, честно вам признаюсь. Вы знаете, вот не говорите никогда, что придётся разориться. Придётся себя порадовать. Я не знаю, верите ли вы. Знаете, с одной стороны, вот я интересно, да, бываю барышней. С одной стороны, я говорю, что я нерелигиозна, я не верю в мистику, я не верю ещё там во что-то. Но, тем не менее, я верю, тем не менее, я верю в слова, и я верю в энергетику слов. Знаете, вот когда мы говорим, у меня есть, у меня есть, у меня есть, мне нужна эта вещь, потому что вот эта вещь расширит мои творческие способности. Я даже в шутку не говорю, что я разорюсь на что-нибудь. Я верю в материальность мысли, вот верю, потому что мысли — это то, что можно потрогать руками в конечном итоге. Ну что ж, давайте-ка на этой позитивной ноте я благодарю вас, кто со мной досидели до столь позднего времени. Я надеюсь, что эфир был вам полезен, был интересен. Я очень попрошу, пожалуйста, всех присутствующих, если вам понравился наш сегодняшний эфир, если он вам был полезен, пожалуйста, после эфира, вот я сейчас его сохраню, не пожалеете пару минут времени и оставить комментарий под этим эфиром. Ну вот мне очень будет приятно, мне захочется в следующий раз ещё что-нибудь полезное вам дать, рассказать, показать. Ну а опять же нам будет полезно, что у нас будет взаимодействие. И не забудьте прочесть публикацию, которую я для вас написала, потому что старалась для вас. Сама я всё это и так знаю. А к тому же мне интересно ваше мнение и ваш опыт с выкройками. Внимательно прочтите публикацию. Всего доброго и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»